итак перед вами новая версия тренза который будет выпущена 2014 году ладно шучу конечно перед вами порт бай ауран джет итак перед нами демо версия сейчас она тут появится будет написано что-то демо вот демо версия тренза самого первого и мы с вами посмотрим что же в нем изменилось или наоборот осталось сравним с 2012 версии все что у нас есть в этой демо составы вот так стройки ты тут есть время 24 время погода давать чтобы у нас нормальная погода была так чуть не цепь на это надо нажать или чем смотрим что у нас есть тепловоз стоит и смотрим вот собственно производим осмотр самого тепловоза ну что могу сказать в сравнении с допустим с 2012 версии 12 версии не так уж много поменялось по сравнению с демо версией колеса примерно такие же сейчас некоторые разработчики до сих пор вот делают вот такие вот колеса да это обычное дело даже сейчас в начале 2014 года до сих пор такие колеса делать тут у нас мерцает парковка как обычно это во всех версиях тренза есть такой косяк был и есть за новая версия когда она выйдет в 2015 году 2000 в конце 2014 мышка сайт пораньше даже всегда был такой косяк и не знаю новой версии спрят его или нет будем надеяться на лучшее деревья что могу сказать значит деревьев такое же все осталось 2006 версии вот и деревья точно были 9 вроде тоже машины вот тоже не изменились 2009 версии 2000 по моему даже десятая эти машины еще были потом 12 версии более много полигональной машины по самим тоже у божества давайте с вами поедем чуть-чуть фигля стоят на месте ну тут я вижу что по крайней мере инжайн у него более-менее сейчас настроен потому что 10 12 версии некоторых локомотивов и джайны сделанные криворукими товарищами дают о себе знать и он может либо очень быстро и разгоняться либо очень быстро тормозить либо и то и второе все сразу есть есть товарищи снова известного сайта мастера профессионалы бывают и бывают опадаются это плювок в их сторону сейчас был так пантограф можно поднять так что у нас освещение получается ну-ка давайте посмотрим да освещение очень убого очень убого очень убого горит ну-ка еще раз даже круче звучит чем в 12 версии 12 версия на данный момент самая последняя самая так сказать навороченная срочная лучшая в некоторых местах так камеру давайте с вами сменим сейчас юфа это так кабина кабина нам нужна кабина ну кабина лучше иногда смотрится чем в некоторых современных локомотивах скажу вам честно некоторыми деталями она лучше даже выглядит да 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 не буду сам собой спорить так и есть смотрим на рельсы это очень а вот и мини-мэп кстати ну все такое же осталось чуть-чуть конечно изменили но в основном такой же как в 12 версии их можно это чё у нас понятно этот панель выбирается на глаз жмешь панелька выбирается сейчас меня настройки на максимум максимальной детализации вода по-моему такая же вода 12 версии осталось ландшафт абсолютно такой же то есть не представляете с демоверсии которая в 2001 году вроде вышел 2 2 вот они ничего не изменили из окружения ландшафт вода все такое же деревья поменяли конечно более два полигона больше сравнение с тем что сейчас что он как-то тащится давайте быстрее и дружим как 12 как 12 версии такой же значок такой же детализированный мост у нас моргает причем страшно моргает ладно что хоть сейчас современными версиях мы нету раньше у них мордала божески конечно все это смотрится сейчас божески очень очень страшно стрелки вообще не поменялись ни капли ни разу все то же самое осталось с домоверсии до нынешнего времени живет стелка текстуры вот этого тоже остались старые эти тоже эти тоже сейчас есть видите все с домоверсиями без пор от клепали чуть-чуть там переделывали и выпускали под новой игрой там спид 3 потом добавили 10 10 версии в основном все то же самое переезд такой же не но рельсы конечно они еще в 2009 версии были это я помню вот такие рельсы с демо версией и интерьера вагонов не переключается украинский ну и то есть так что можно сделать подожимаем на кнопочки всякие стрелки на что переулки таймер крыльс ух интересная функция Я ее даже не изучал, и сейчас он еще первый столкнулся. Давайте побудим еще. И тут звуки не так убиты, как две ножки. По крайней мере, вот это плюс. И едет куда-то. Вот, в принципе, все. Буду заканчивать, я не знаю, что еще сказать. Как видите, по сравнению с двенадцатой версией, в принципе, немного изменилось. Молодцы, конечно, что аурановцы накопили денег, что на бесплатный движок. И буду сейчас сделать новую версию игры. Надеюсь, у меня что-то будет хорошим. Если не, конечно, рубцы выпрямят. Ну, в принципе, все. Всем удачи, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!